В Калининграде строится завод по производству сжиженного газа. Его сердце — четыре огромных цистерны, каждая весом 80 тонн и длиной 37 метров. Емкости производят в Московской области. Прямо на заводе их погрузили на специальные железнодорожные транспортеры. Так груз оказался на Балтике. Но как его доставить на строительную площадку, если его габариты в принципе не позволяют двигаться в условиях городской инфраструктуры? Ведь длина цистерны вдвое превосходит ширину дорог. Непростая задача, не правда ли? Вы даже представить себе не можете, насколько. В районе строительной площадки дюжина железнодорожных станций. Но лишь у одной выезд, подходящий для нужного транспорта. Это станция Кутузова. Туда и доставили груз. Даже сейчас кажется, что прицеп больше обычного. А через два часа сборки длина автопоезда составит целых 45 метров. Итак, прицеп для перевозки цистерны готов. Теперь за дело берутся краны. Их два. Один просто не справится с габаритами и весом груза. Сильный порыв ветра или несинхронность работы кранов могут обернуться серьезными проблемами. Ведь огромные емкости нужно установить в специально изготовленные ложементы. Ну давай, емкости, уже все натянуто. Сильный порыв ветра. В проекте участвуют только самые опытные работники. Но когда над головой висят 80 тонн, нервничают даже самые-самые. Такой прямой нэй. Хорошо. Еще чуть-чуть поворотиком вправо. Стоп, стоп, я не стоп. Стоп, стоп, подбирай. Последней каплей может стать что угодно. На железях вы спешите. Ну опустите сначала. И отпускается она. Мне говорят назад надо. Легко. Примейнай. Мейнай, майнай, майнай. Вот так держать. Всем стоять пока. Строу опустим. Наконец, емкость на ложементах. Осталось закрепить груз, и можно начинать движение. Но только чтобы отъехать от рельсов. Днем, когда на дорогах много машин, перевозка невозможна. Час икс, полночь. Без машин ДПС выезжать на городские улицы нельзя. Наконец, дорога перекрыта, можно начинать. Теперь за процесс транспортировки отвечает всего три человека. Водитель, оператор задних осей и связующий. Все, все готовы? Все готовы. Пинцы готовы? Все, поехали. Тихонько. Пока справа нормальный, Валер. Между собой они общаются по рации. Ошибка любого может стать роковой. Пока все идет по плану. Давай, Валер. Хорош. Давай вперед, сейчас поедем. Давай, Валер, давай. Там метр у тебя есть. Давай, я буду смотреть. Давай. Что это было, слышишь? Похоже, только сейчас цистерна приняла нужное положение на ложементах. Дневные споры разрешились. Но выезд на дорогу еще не окончен. Автопоезд настолько длинный, что водитель вынужден утюжить, двигаться вперед-назад, незначительно выворачивая колеса. Там смотри сразу, чтобы на бордюр не заехал. Стой, стой, стой. И, ваше, вперед сдать немного, стой. Да, да, могу. Стой, сейчас вперед. Тихонько. Потихонечку. И вскоре появляется новая угроза. Грузовик может забуксовать. Под его весом грунтовка превратилась в грязь. Люк, смотри, чтобы колеса не за... Валера, наверное, все, все. Чтобы задние были колеса у нас на асфальте. А то там уже ленивец проваливается. Давай. Все, вперед уже все. Допрямляюсь потихоньку, да? Да, 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 ровняй. Наконец, первый этап транспортировки окончен. Автопоезд на дороге. Можно ехать на стройплощадку. До пункта назначения всего несколько километров. На первый взгляд, немного. Но для команды «Силач Трансбалтик» этот путь будет долгим и трудным. Каждый следующий этап транспортировки несет новые риски. Готов, Валер? Да, готово. Поехали потихоньку. Ну, милая. Длина автопоезда 45 метров. Это 10 легковых автомобилей. Его вес – 130 тонн. Чтобы вписать такую махину в повороты, от команды требуется мастерство и слаженность работы. Габариты сказываются уже на первой развлете. Ближайший подъем на эстакаду невозможен. В связи с этим команда заранее разработала альтернативный маршрут. Наконец, Большое кольцо. Только здесь автопоезд может безопасно развернуться и ехать на стройплощадку. Длина пути увеличилась с 9 до 16 километров. Но безопасность важнее времени. Пожалуй, сейчас самый простой этап транспортировки. Автопоезд едет почти по прямой. Причем быстро. Скорость 30 километров в час. Но чем выше скорость, тем ближе самый сложный участок. Съезд с дороги. Вот он. Валер, ты в машине на свет сиди. Я пока дурчик заведу. Антон, короче, кран не трогай. Сейчас я тройку закрою. Давай, открывай потихоньку. Все, открывай компенсацию и поехали. Для обычной машины этот небольшой спуск не проблема. Но для автопоезда длиной 45 метров серьезная опасность. Она называется угол опрокидывания. Дело в том, что высота автопоезда 5,5 метров. Из-за этого центр тяжести груза находится высоко над землей. Неосторожный маневр, и машина упадет на бок. Понимаешь, спуск пошел, да? В данном случае угол опрокидывания 7,5 градусов. А спуск с дороги под углом в 9 градусов. Вот почему это самый опасный этап транспортировки. Права на ошибку нет. Что-то мне кажется, здесь крен большой реально. Я стал поднимать, мне кажется, что-то, блядь, левая сторона будет. Здесь уклон, видишь, какой он. Но как бы машина не двигалась, угол опрокидывания не меняется. Единственный выход – компенсировать наклон дороги. Для этого используется гидравлическая система. Она опускает или поднимает одну из сторон прицепа и понижает угол спуска. Стой! Давай будем сейчас за это задираться. Параметры гидравлики постоянно нужно было менять. Для этого движение прекращалось. Электронным уровнем замерялись нужные углы. Проводились расчеты и уже потом включалась гидравлика. Подвыровнялась, Лёх? Ну, хватит, поехали. Таких замеров было 11. Но даже такая осторожность не позволила избежать всех трудностей. А там хватает, Лёх, снизу нам? Может, приопустить чуть-чуть? Блядь, уже приопускаться нельзя, нахуй. Да, ну, что, в логу, что это было? Да. А вот новая неприятность. Бордюр. Не заехать на него нельзя. А вы помните про угол опрокидывания? Обошлось. Самое страшное позади. Но на сегодня работа окончена. Автопоезд съехал с дороги общего пользования. А на пути до стройплощадки еще несколько сложных поворотов, которые лучше пройти днем. КОНЕЦ На строительной площадке автопоезд ждут уже знакомые краны. Емкость нужно снять с прицепа и установить на место для дальнейшего монтажа. Это тоже зона ответственности компании Силач Трансбалтик. Силач Трансбалтик На этом этапе тоже не всё так просто. Длина стрел кранов недостаточно, чтобы выполнить операцию в один приём. Пришлось работать поэтапно. Но даже такое решение не гарантировало безопасность. Чтобы избежать опрокидывания кранов с грузом, а у триггера выносные точки опоры, похожие на лапы, закреплялись в специальных железобетонных точках. Через 11 дней волнительной и упорной работы на строительной площадке оказалось 30 сторон. Казалось, что уж с четвёртой проблем не будет. Беда пришла откуда не ждали. Погода. Всего за несколько часов сначала выпал снег, потом он растаял, а просёлочные дороги превратились в грязь. Это они делают, короче, специально, чтобы крал засел. Чтобы вообще по самому не балует. Редактор субтитров А.Семкин К счастью, опытная команда справилась и с непогодой. Четвёртая ёмкость тоже оказалась на своём месте. Работа выполнена. После шести месяцев инженерных расчётов и согласований, пробных заездов и споров, компания «Силач Трансбалтик» выполнила задачу. Один из самых сложных в её истории проектов реализован. В общем, команда-то большая. 10-12 человек работают над этим, если всех взять. Но реально, что называется, на полях находится водитель, связующий и управленница задней группой ОСЕ. Вот как раз-таки на них вся ответственность. Первое впечатление было, что данный, вообще весь данный, весь процесс, ну, на мой взгляд, представлялась настолько малоразрешимой задачей. С виду может быть это показаться, что это всё просто, а на самом деле это всё тяжело и нужно делать с большим вниманием. Когда первая криоёмкость привезли непосредственно на площадку выгрузки, действительно, когда спало вот это вот внутреннее напряжение, когда груз действительно доставлен, хотя сложность достаточно высокая, как я уже сказал, ну, была, так скажем, даже эйфория. Это просто так словами не передать, это она просто присутствовала при перевозке. Я думаю, вот, да, кто был из ребят, те и поняли. Ну, столько в жизни я не крестился никогда. Я вам, честно говоря, заставил их понервничать. Но взрослеем, становимся сильнее. Ну, оценку можно дать только наивысшую. Работа на 5.